Почему я так люблю тему микрофлоры? Да потому что каждый раз, когда мы заботим разговор о здоровье или просто о стройности фигуры, мы всегда упираемся в одну большую проблему, которая локализуется в кишечнике. Ведь именно от того, в каком состоянии находится кишечник, и зависят последствия, которые либо устраивают человека, либо его не устраивают. То есть это либо стройная фигура, либо это лишний вес, либо это здоровье, либо какие-то заболевания. И всё это напрямую зависит от кишечника. Если вы пока ещё этого не понимаете, вам стоит посмотреть мои более ранние видео, в которых я объясняю эту взаимосвязь. Итак, кишечник. Его населяет микрофлора. Другими словами, это просто бактерии. Мир бактерий огромен. И их изучением занимаются учёные. И на тему бактерий создаются целые фильмы, защищаются диссертации. И вообще очень много интересной информации. Но до нас, простых носителей этих бактерий, конечно, доходит всего лишь крошечная часть той глобальной информации, которая вообще есть в мире про бактерии. Приведу вам такой факт, чтобы вы понимали, насколько сильно человеческое тело зависит от состояния бактерий. По утверждениям учёных, которые занимаются изучением бактериального мира человека, тело человека только на 10% принадлежит, собственно, самому человеку. А на 90% это мир бактерий, которые живут по всему телу, по всему организму. То есть они просто составляют большую часть человеческого организма. И, конечно, огромная колония бактерий проживает в кишечнике, а именно в тонком. Потому что именно от состояния тонкого кишечника в очень большом проценте зависит состояние здоровья человека, ну и его внешнего вида. Я имею в виду наличие либо стройной фигуры, либо лишнего веса. У кого как получается договариваться с миром бактерий. Так вот, мир бактерий, населяющих тонкий кишечник, это, конечно же, огромный мир, в котором живут бактерии самого разного вида. Но мы условно будем их разделять на две большие группы. Просто потому, что именно от процентного соотношения этих двух больших групп и как раз и будет зависеть ваше состояние. Первая группа – это здоровые бактерии, либо другими словами полезная микрофлора. Вот так часто называют. Вторая группа – это патогенная микрофлора или вредные бактерии, которые не находятся в симбиотической связи с организмом человека. Так вот, от процентного соотношения вредных и полезных бактерий в кишечнике как раз и будет зависеть состояние здоровья и внешнего вида человека. Естественно, чем больше полезны микрофлоры, тем лучше здоровья человека. И наоборот. Очень часто ко мне в сопровождение приходят люди, которые уже что-то слышали про очищение организма, и они и приходят как раз именно с этой целью, чтобы очистить себя от патогенной микрофлоры. Это, в принципе, хорошее желание – очистить себя от патогенной микрофлоры. Но вот на этом пути у людей часто бывают заблуждения. И одно из заблуждений состоит в том, что люди думают, что во время очищения организма пострадают и их здоровые бактерии, и якобы они вымуются вместе с клизмированием или с приёмом слабительных, они вымуются из кишечника вместе с патогенными бактериями. На самом деле я хочу здесь внести ясность в этот вопрос, чтобы у вас не было никаких опасений на этот счёт. Здоровую микрофлору вымыть из кишечника практически невозможно, потому что она является, по сути, составной частью человеческого организма. Безненные бактерии, здоровые бактерии, они просто помогают нам осуществлять нашу жизнедеятельность, то есть они являются залогом нашего здорового функционирования. Поэтому вымыть бактерии из своего организма, из кишечника, это всё равно, что вымыть себе какой-то орган. Но мы же не можем утверждать, что с помощью клизмирования или поднятия слабительного мы можем вымыть себе часть желудка или часть печени или почки. Это я, конечно, утрирую, но на самом деле это просто чтобы вы поняли, что здоровые бактерии, они живут на стеночках тонкого кишечника, они так и называются, пристеночные. И вымыть их это практически невозможно. Это чтобы вы были спокойны по поводу ваших здоровых бактерий. А вот патогенная микрофлора, которая по большей части плавает внутри, в полости самого тонкого кишечника, она так и называется полостная, вот она как раз довольно легко вымывается. И, собственно, это и есть цель очищения организма через условное голодание, через очищение кишечника, вымыть патогенную микрофлору. Таким образом, когда вы приходите на курс очищения ко мне и боитесь, что вы вымоете всю микрофлору, вам нужно думать только о том, что вы вымываете патогенную микрофлору. И это хорошо, это и есть цель, собственно, этого курса. А вот здоровая микрофлора остаётся при вас. Но здесь вопрос-то в другом. Дело в том, что когда люди приходят на оздоровление, то как раз здоровой микрофлоры у них очень-очень мало, а большую часть их микрофлоры как раз и составляет патогенные. Поэтому, когда человек вымывает у себя патогенную микрофлору, а здоровой микрофлоры у него остаётся совсем чуть-чуть, совершенно маленький процент, вот тут и встаёт самый важный вопрос. Это второй вопрос, который люди задают, приходя ко мне на сопровождение. Как восстановить полезную микрофлору? Как восстановить бактерии в кишечнике? И это и есть название моего сегодняшнего видео «Здоровая микрофлора» или «Идеальная микрофлора за 30 дней». Это на самом деле правильное желание, и это конечная цель такого замечательного метода оздоровления, как очищение организма. Конечная цель – это вырастить колонию здоровых бактерий, чтобы они хорошо заселили тонкий кишечник, и чтобы дальше человек уже не испытывал проблем ни с лишним весом, ни с какими-то заболеваниями, чтобы у него постепенно, по мере жизнедеятельности его здоровых бактерий, организм оздоравливался, и самочувствие его улучшалось, и внешний вид его становился всё более и более привлекательным. Это на самом деле так и есть. Потому что наша полезная микрофлора, она потому и называется полезной, что она приносит нам исключительную пользу. То есть полезная микрофлора отвечает за наше хорошее настроение, за наш хороший обмен веществ, за нашу замечательную стройную фигуру, за наличие энергии, за хороший сон, хороший аппетит, и в конце концов даже за замечательные черты характера. За всё это и многое другое отвечают полезные бактерии, о которых мы так тщательно печёмся. Итак, идеальная микрофлора за 30 дней. Как этого добиться? На самом деле добиться этого не так уж и трудно. Существует мнение, что вырастить достаточное количество полезной микрофлоры можно примерно за несколько недель или несколько месяцев. Но я утверждаю, что если делать всё правильно и постараться, и делать всё с пониманием, с дисциплиной и вот так последовательно изо дня в день, то восстановить микрофлору и сделать её идеальной можно действительно за 30 дней. И это именно тот промежуток времени, который я отвожу людям на такой стартовый вход в мою программу, который мы посвящаем, во-первых, коррекции питания. Мы его меняем существенным образом, чтобы подготовить организм к очищению. Далее мы проводим, собственно, само очищение, и далее мы правильно из него выходим. И вот если мы соблюдаем все меры предосторожности, делаем всё разумно, с учётом индивидуальных особенностей конкретного человека, то нам как раз удаётся восстановить микрофлору за 30 дней. Когда я вхожу с человеком в рабочие отношения, ну то есть беру его под своё сопровождение, наша с ним работа не ограничивается 30 днями, поэтому я отвечаю и за дальнейшие последствия, которые происходят с человеком после 30 дней. Но, как правило, мы не ставим целью восстановления микрофлоры именно в первые 30 дней работы. Как я уже сказала, только что первые 30 дней мы отводим на коррекцию и подготовку человека к восстановлению микрофлоры. А вот следующие 30 дней, когда уже заканчивается этап подготовки, этап очищения, этап выхода, следующие 30 дней мы как раз посвящаем восстановлению микрофлоры. И практика показывает, что за 30 дней полезная микрофлора прекрасно восстанавливается. И вот почему. Дело в том, что здоровые бактерии, полезная микрофлора, она питается. Если она не будет питаться, она не сможет жить, правильно? Ведь это же живые существа. Чем же питаются здоровые бактерии? Попитаются они сырой растительной клетчаткой. И когда мы себе устраиваем такое питание, в котором процент сырой растительной пищи будет сильно преобладать над процентом термически приготовленной пищи, то у нас получается очень хорошее условие для заселения кишечника полезной микрофлорой. И нам, заметьте, при этом даже не нужны, бывают никакие пробиотики-пребиотики, которые очень часто многие принимают и которые, собственно, не оказывают никакого положительного воздействия. Именно на вот таком питании, как я уже сказала, мы очень быстро, буквально за 30 дней, делаем микрофлору идеальной. С одной стороны, это может показаться простым. О, так это так просто. Я буду есть процентов 70, например, сырой растительной пищи, процентов 30 варёной, и у меня за месяц восстановится микрофлора. Но практика показывает, что очень часто люди делают ошибки на этом пути. И эти ошибки состоят в том, что человек не может правильно расставить эту сырую пищу в своём дне. То есть у него сырая пища где-то чередуется с варёной, где-то у него фрукты идут вместе с варёной, где-то у него фрукты идут после варёной еды. В общем, у него получается вот такой вот какой-то винегрет, разношортность в питании. И даже при том, что у него процента сырой растительной пищи будет больше, чем варёной, он всё равно не получит хороших результатов, потому что процент – это ещё не всё. Нужно ещё определённое сочетание продуктов и определённая последовательность расстановка в дне. Вот это вот немножечко сложнее. Ещё момент, почему может самостоятельно не получиться восстановление микрофлоры даже на процент, хороший процент сырой растительной пищи. Это то, что люди часто начинают перегибать палку, и резко увеличивают количество сырой пищи, при этом у них наступает такой довольно сильный дискомфорт в животе. То есть это вздутие, это распирание постоянное, газы и боли, спазмы. И человеку просто становится некомфортно жить. И естественно, когда у него происходит вот такой дискомфорт в желудочно-кисчистном тракте, конечно, он забросит своё идеальное питание, и на его смену придёт неидеальное питание, и тогда, конечно же, восстановить микрофлору за 30 дней не получится. А теперь смотрите, как определить, что ваша микрофлора идеальна, что у вас достаточно хороший процент здоровых бактерий, и вы можете быть спокойны за свою дальнейшую жизнь, что у вас всё будет хорошо, и постепенно жизнь будет налаживаться, и всё будет прекрасно. Определить наличие здоровой микрофлоры очень просто. Показатель здоровой микрофлоры – это ваш стул. Идеальный стул. Только при большом количестве здоровой микрофлоры у вас будет идеальный стул. Давайте уже тогда проговорим признаки идеального стула, чтобы вы уже точно понимали, на правильном пути или нет. Итак, идеальный стул. Во-первых, это совершенно точно стул каждый день утром, причём ранним утром, примерно с 5 до 7 утра. И это стул, который приходит сам с собой, то есть он сам напрашивается, вы его искусственно никаким образом не вызываете. То есть это очень лёгкий стул, который приходит в своё время, во время активности толстого кишечника, это с 5 до 7 утра. И он очень лёгкий и не доставляет никаких неудобств. Это первый момент. Второй показатель здорового стула – это его форма или консистенция. Здоровый стул – это, как правило, стул с змейкой. Обычно это длинная змейка или, может быть, прерывистая змейка, состоящая из низких частей. Но это такая совершенно не толстая колбаска. Это довольно узенькая змейка. Это, конечно же, не разбрызгивание по унитазу. Это не какой-то слишком крутой стул, который состоит из маленьких комочков. Нет, это именно змейка. Дальше, следующий показатель здорового стула, идеальный – это его цвет. Если у вас достаточное количество сырой растительной пищи, зелени и всё такое, то цвет змейки обычно бывает такой коричневатый, зеленоватый. похожий на то, как, ну, вроде как, как перепрявшая трава, вот что-то типа такого. Вот, дальше запах у идеального стула, указывающего на идеальную микрофлору, практически нет никакого запаха. Точнее, он есть, но его нельзя назвать противным или смрадным, зловонным и так далее. То есть, это такой лёгкий, нейтральный запах, против которого даже необязательно включать тяжёлую артиллерию в виде освежителей воздуха и всё такое. Вот, дальше. Это стул, который не прилипает к унитазу. Сходили, один раз нажали, смыли и всё. И не нужно работать ёршиком, унитаз абсолютно чистый. Вот я вам назвала все признаки идеального стула. И если у вас именно такой стул, можете быть уверены, что с вашей микрофлорой всё в порядке. Ну, если у вас нет такого стула, если у вас и без стула полно проблем, что у вас и здоровья нет, и стройности нет, и энергии нет, и вообще вы чувствуете себя разбитым, больным, и разваливаетесь по кусочкам, так сказать. Ну, это совершенно точно говорит о том, что вам нужно очень хорошо поработать с вашей микрофлорой, с вашим кишечником. Вы можете перейти вниз в описании к этому видео, посмотреть по ссылкам, что я предлагаю, как варианты для идеальной микрофлоры за 30 дней. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!